Такой программы у либертарианцев в принципе не стоит. Вы не найдете ни одного ролика, где я бы предлагал что-то подобное. Если вам кто-то внушил, что либертарианцы это предлагают, гоните этого человека в шею. Снова вам солгали. Михаил, добрый вечер. Вы много говорите о плюсах правого либертарианского государства, но у всего есть и обратная сторона. Как вы, скажем, обоснуете для населения отмену бесплатной медицины и образования, особенно что касается детей, как быть детям из малоимущих семей, как им развивать свои таланты? Что вы хотите, что вы ответите здесь поклонникам СССР? Ну поклонникам СССР я отвечу очень просто, что именно та система, которая была построена в СССР, привела к 90-м годам. То, что произошло в 91-м году, это никакой не бунт Ельцина, либералов. Мы все понимаем, что никакой революции тогда не произошло. Произошел переворот. Переворот номенклатурный. И произошел по очень конкретной причине, потому что та номенклатура красная, коммунистическая номенклатура, которая оказалась у рычагов правления, решила в какой-то момент, что ой, а неплохо бы эти рычаги правления использовать для того, чтобы просто все прикарманить себе. А вот это и так принадлежало им уже и тогда, уже и в советское время. Но ведь гораздо комфортнее, когда это, никогда у тебя это может в какой-то момент, значит, отнять следующий генсек, там, посадить тебя в тюрьму или вымороть тебя из истории. Это у коммунистов было очень популярно, да, вплоть до последнего времени. Какое-нибудь развинчивание очередного культ личности произойдет или там очередное дело против, значит, правых уклонистов. Что там еще могут придумать? Нет. И эта номенклатура решила, что, о, сейчас эти рычаги у власти у нас, быстренько все это рассовываем по карманам, но так, чтобы это у нас навсегда сохранилось. Если бы случилось, случилась перестройка и 90-е годы, где члены, где самые видные члены коммунистической партии, занимавшие самые влиятельные посты, поделили Советский Союз на собственные вотчины. Поэтому ответ коммунистам здесь очень простой. Ребят, 90-е годы, точно так же, как Путин, это неизбежное следствие ельцинского режима, плот от плоти ельцинского режима, точно так же ельцинский режим, это плоти от плоти от режима советского. Потому что в 90-х годах нас не захватили внешние силы, в 90-х годах не произошла какая-то революция снизу, произошел номенклатурный переворот и совершила его красная коммунистическая номенклатура. Что касается бесплатного образования, бесплатной медицины, то когда либертарианцы предлагают правый проект, мы не предлагаем завтра отменить все социальные программы, вообще, в принципе, нужно вещи держать в перспективе. Мы говорим о том, что вот, нужно постепенно, постепенно воспитывать людей таким образом, чтобы они становились независимыми. И есть реформы более приоритетные, есть реформы менее приоритетные, но если говорить конкретно про ваш вопрос, то вот, например, есть ответ о том, что делать с пенсиями. Да, вот пенсионная реформа, она для либертарианцев самая простая. Государство должно выплатить долги перед теми пенсионерами, реальными пенсионерами, да, они вот под этой сволочью, которая в 40 лет уходит на пенсию, избив пенсионеров, после того, как 20 лет избивал людей дубинками. Да, нет, настоящих пенсионеров, вот им нужно выплатить долг государства перед ними весь, разово, да, то есть вот все, что ты всю жизнь отдавал государству под видом пенсионных отчислений, людям нужно всем выдать на руки. И после этого просто всем молодым, причем в том числе не только пенсионерам, а тем, кто, например, 30 лет вам исполнилось, в какую-то сумму отдали государству под видом пенсионных отчислений, государство должно вам их вернуть. Вот либертарианцы выступают за это. И сказать, что с этого момента государство не будет вас грабить, ребята, вот давайте с этого момента государство не будет у вас отнимать деньги, вы сможете богатеть естественным образом, думать о своем будущем самостоятельно и не участвовать в этом МММ, в этой пирамиде, которую называют государственной пенсионной реформой, потому что государственная пенсионная реформа, это не просто разводилово, это воровство. В Советском Союзе, в Ельцинской России, в Путинской России еще не было поколения пенсионеров, у которых была бы достойная старость. Те деньги, которые мы всю жизнь отдаем государству, большинство не получает из-за ранней смертности, а те деньги, которые люди все-таки получают, становясь пенсионерами, если только это не вот эти дармоеды-силовики, это люди, которые, а те деньги, которые люди все-таки получают, не идут ни в какое сравнение с тем, какие деньги они бы получили, банально положив их на 20-30 лет в какой-то банк, или в какие-то ценные бумаги, как это происходит, по примеру Соединенных Штатов, когда люди вкладываются в K20, я забыл, как называется, когда они вкладываются в какие-то специальные фонды, откладывая деньги на старость. Вот это решение социальной беды. Если говорить про медицину и образование, ну давайте медицину, разумеется, не будем трогать в первую очередь, это не приоритетная задача. А что касается образования, гораздо важнее сделать образование эффективным. И реформа, которую предлагают либертарианцы, это не отменить государственное финансирование образования, как оно существует сегодня. Давайте мы его пока не будем трогать. Давайте для начала мы вернем ваучерное образование. Что это значит? Это значит, что вместо того, чтобы напрямую спонсировать школу, мы будем спонсировать напрямую семьи и детей, которые появляются в этих семьях, чтобы люди сами потом с этим ваучером могли обратиться в то учебное заведение, которое им по нраву, и получить. И таким образом запустим конкуренцию этих учебных заведений, в том числе конкуренцию программ. Давайте мы отменим государственный стандарт образования в том виде, в котором он существует сегодня, потому что отменив государственный стандарт образования, Мы, во-первых, отнимем у государства мощный пропагандистский инструмент, которым он промывает мозги и порождает вот этих вот пассивных, замученных, униженных людей с выученной беспомощностью. И запустим, наоборот, процесс конкуренции между образовательными программами, чтобы постепенно-постепенно образование двигалось в сторону повышения эффективности, выпуска более компетентных, более образованных, уверенных в себе людей. Вот это либертарианское предложение, а не отменить все завтра, такого не произойдет. И потом, постепенно, спустя пару поколений, когда вот эти вот самостоятельные, сильные люди без выученной беспомощности встанут на ноги, уже они в новой экономике, сильной экономике смогут настоять, чтобы государство уменьшило, скажем так, свою экономическую роль в поддержке образования. Но не сейчас. Сейчас это делать нельзя. Если мы сейчас отменим государственное спонсирование школ, да, то мы действительно придем к той беде, которую вы описали, что люди просто одичают, что большинство не сможет получить хоть какого-то образования, вы правы совершенно. Поэтому такой программы у либертарианцев в принципе не стоит. Вы не найдете ни одного ролика, где я бы предлагал что-то подобное. Если вам кто-то внушил, что либертарианцы это предлагают, гоните этого человека в шею, снова вам солгали. Либертарианцы предлагают ваучерную систему. Государство должно продолжить спонсировать среднее образование, но государство должно потерять монополию на формирование школьной программы, оно должно потерять монополию на решение, что детям преподают, чтобы эта семья могла решать, чтобы школы могли конкурировать в подходе к образованию. Вот это говорят либертарианцы, это я готов защищать. Продолжение следует...